МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад, чрезвычайно рад вас видеть, мои любознательные друзья. Здравствуйте! Я, профессор Андрей Иванович Наземцев, как всегда, спешу ответить на любой вопрос, связанный с моей любимой наукой – географией. Задавать вопросы следует по адресу 109-147 Москва, улица Марсистская, дом 34, корпус 7, или на сайте телеканала «Радость моя». Так, что нас сегодня ждёт? Олег Петрищев из Комарова спрашивает. Дорогой профессор, расскажите, пожалуйста, как образуются смерчи? А правда они такие мощные, как говорят? Дорогой Олег, спешу вас уверить, смерч – это очень и очень серьёзно. И что такое смерч? Сильнейший вихрь, который образуется в грозовом облаке над морем и обладает скоростью ветра более 33 метров в секунду. Чаще всего смерчи имеют форму вращающегося хобота, трубы или воронки. А вот как они образуются. Это, уважаемый Олег, загадка. Как говорил апостол Павел, тайна сия велика есть. Механизм рождения смерчи до конца не изучен. Есть только гипотезы и выводы, сделанные на основе наблюдений. Итак, для появления смерчи необходимо грозовое облако. Учёные называют его материнским. Из него появляется воронка, висящая над землёй. Холодные слои воздуха, что находятся под облаком, устремляются вниз. На их место стремительно поднимаются тёплые слои. Возникает крайне неустойчивая система. Энергия, скрытая в ней, начинает вращать воздух. В результате зарождается смерч. Скорость вращения всё усиливается. Одновременно в центре смерча воздух начинает интенсивно подниматься вверх. На этой стадии смерч достигает максимальной мощности. К счастью, в таком виде он существует недолго. Через некоторое время его сила ослабевает. Воронка смерча сужается и отрывается от земли, постепенно втягиваясь обратно в материнское облако. Ну, что ещё можно рассказать об этом пугающем явлении природы? Чуть не забыл. Принято разделять смерч на три группы, в зависимости от формы. Самый распространённый вид смерчи – бичеподобные. Их воронка выглядит тоненькой, длинной и гладкой. Может и извиваться. Вот примерно так. Её длина значительно больше радиуса. Гораздо реже встречаются расплывчатые смерчи. Они выглядят как растрёпанные вращающиеся облака, спускающиеся до самой земли. Диаметр их воронки гораздо больше их длины. Примерно так. Расплывчатые смерчи обладают огромной разрушительной мощью. Ну и, наконец, составные смерчи. Как можно понять из названия, они состоят из нескольких смерчей одновременно. Выглядят они так – в центре основной, а по бокам ещё два-три. Дорогой Олег, теперь ты знаешь, как появляются смерчи и какими они бывают. Ну, а у нас новое письмо. Алиса Костикова из Яранска спрашивает. Андрей Иванович, подскажите, когда начались дипломатические торговые отношения между Россией и Японией? И, главное, как? Не очень давно, уважаемая Алиса. По меркам истории, буквально позавчера, во второй половине 19 века. Но свой рассказ я начну с более раннего времени. Мысленно перенесёмся в 1843 год. Мы с вами в гостях у моряка и дипломата Ефимия Васильевича Путятина. Хозяин дома недавно вернулся из дальних странствий. Где он только не побывал – в Англии, Нидерландах, Турции, Египте, Персии – Ефимий Васильевич совершил деяние почти невозможное. Уговорил персидского шаха отменить ограничения по торговле с Россией. Казалось бы, после трудов праведных можно почивать на лаврах. Но нет. Ефимий Васильевич над чем-то усердно работает. Он составляет докладную записку на имя государя-императора, в которой предлагает план экспедиции к восточным границам. Экспедиция состоялась, но девятью годами позже. И снаряжалась в отчаянной спешке. В спешку вызвали слухи о том, что Америка также отправляет эскадру для заключения договора с Японией. Страна же, что первый прервет многовековую самоизоляцию страны восходящего солнца, получит самые выгодные условия для торговли. 7 октября 1852 года из Кронштадта вышел фрегат «Паллада». Его путь лежал вокруг Африки через Индийский океан к берегам Японии. На борту фрегата находились глава экспедиции вице-адмирал Путятин, архимандрит Аввакум и секретарь Путятина Иван Александрович Гончаров. В будущем он опишет путешествие в своей книге «Фрегат Паллада». 9 августа завидели мы 30-е государство. Вот, наконец, цель десятимесячного плавания, трудов. Вот запертой ларец с потерянным ключом. Страна, в которую заглядывали с тщетными усилиями склонить и золотом, и оружием, и хитрой политикой на знакомство. Склонить на знакомство удастся через два года. 7 февраля 1855 года в храме Гёкусэнзи города Симоды Ефимий Васильевич Путятин с русской стороны и Тасиакиро Кавадзи с японской стороны подпишут первый договор о дружбе и торговле между Россией и Японией, известный как Симодский трактат. Согласно этому договору, Японии отойдут несколько островов Курильского архипелага. И именно на этот договор сегодня ссылается японское правительство, претендуя на часть Курил. Надеюсь, Алиса, я ответил на ваш вопрос. Вот и славно. А теперь нас ждет новое письмо. Анастасия Гудим из Омска просит «Расскажите, пожалуйста, про самые большие вулканы мира». С удовольствием. Нынче популярны разнообразные хит-парады. Вот и мы устроим хит-парад действующих вулканов. Итак, пятое место занимает самая высокая гора Мексики – пик Арисаба. Высота над уровнем моря 5700 метров. На четвертом месте с комфортом расположилась вершина Мисти – центральные Анды. Высота 5821 метр. Третье место по праву завоевал вулкан Катапахи, что находится в экваториальных Андах на территории Эквадора. Целых 5897 метров. Второе место досталось вершине Сан-Педро в центральных Андах. Высота 6159 метров. Ну и, наконец, барабанная дробь победитель. Действующий вулкан в центральных Андах на границе Чили и Аргентины с труднопроизносимым именем Льюли-Лья-Льяко. 6723 метра над уровнем моря. После того, как мы познакомились с самыми большими вулканами мира, я предлагаю посетить самый большой в мире кратер вулкана. Он находится вот в этой точке. 20 градусов 48 минут северной широты и 156 градусов 20 минут западной долготы на острове Мауи. Втором по величине острове Гавайского архипелага. Но прежде чем мы туда отправимся, нужно как следует экипироваться. Нам понадобится вот такая шляпа от солнца. Вот мы и на острове Мауи. Сейчас здесь раннее утро, и окрестные виды застилает густой туман. Солнце начинает медленно подниматься над горизонтом. Не правда ли восхитительное зрелище? Красные, оранжевые и желтые цвета на фоне серых облаков. Но пора начинать трудное путешествие. Нам предстоит подняться на трехкилометровую высоту к жерлу вулкана Халиакала. На полинезийском языке Халиакала – дом солнца. Жители острова верили, что по вечерам светило прячется в огромном кратере вулкана. Размеры его и правда впечатляют – 32 метра. На крутых внутренних стенах ничего не растет. Но дно покрыто травами и кустарниками. Дорогие мои друзья, обратите внимание на вон то растение, напоминающее саблю. Это гавайский меч. Знаете, чем оно интересно? Когда оно достигает 20-летнего возраста, его ствол становится очень толстым и высоким – около 3 метров. На короткий срок растение покрывается прекрасными пурпурными цветами, а затем погибает. Но не только кратер и его содержимое привлекают туристов. Прекрасен сам вулкан Халиакала. Посмотрите, какого он угрожающе красного цвета. Кажется, на его склонах бурлит лава, застывшая столетие назад. Однажды огромный фонтан лавы поднялся в небо на 500 метров, да так и застыл. Часть лавы упала на землю густой черной пылью. Еще часть превратилась в длинные каменные нити. Зрелище этой первозданной какой-то дикой красоты вызывает благоговейный трепет. Может быть, поэтому вокруг вулкана всегда стоит тишина, нарушить которую осмеливается лишь ветер. Передать словами величие Халиакалы практически невозможно. Лучше всех это удалось Джеку Лондону. Однажды он сказал, «Халиакала несет особое послание душе человека. Послание такой красоты и чудодейственной силы, что из вторых рук его получить нельзя». Ну что ж, сегодня мы многое узнали. Мы выяснили, как возникают смерчи, кому Россия обязана первым торговым договором с Японией и посетили самый большой в мире кратер вулкана. Но сколько всего нас ждет впереди? Если вы хотите задать свои вопросы, то присылайте их по адресу. 109-147 Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву. Или оставьте на сайте телеканала www.radostmoja.ru. Я обязательно отвечу в нашем эфире. С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи, друзья. И не забывайте восхищаться прекрасным и разнообразным божьим миром. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова